Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать книгу Иова. И сегодня мы будем делать обзор 34 главы. Эта глава насчитывает 37 стихов. Экзегеты предлагают такое деление этой главы. Иллюи как бы делает паузу, чтобы выяснить, не желает ли Иов возразить против того, что было сказано в предыдущей главе. Но тот продолжает молчать. Возможно, тем самым показывая, что хочет услышать продолжение сказанному. Иллюи теперь не только обращается к присутствующим, но и просит их содействия. Об этом со 2 по 4 стих. Он обвиняет Иова еще в нескольких нездержанных выражениях, которые исходили из его Иова уст. Об этом с 5 по 9 стих. Иллюи хочет убедить его в том, что тот говорил неверно, показывая во всей полноте неоспоримую справедливость Бога. 10-й, 12-й, отдельно 17-й, 19-й, 23-й. Иллюи настаивает на неоспоримой справедливости Бога. Он говорит о его верховном владычестве с 13 по 15 стих, о его всемогущей власти, 20 и отдельно 24 стих, о его всеведении с 21 по 22, отдельно 25 стих, его суровые действия, то есть действия Бога, направленные против грешников. Об этом с 26 по 28 стих имеют целью все-таки остановить их. И говорится о господствующем проведении Божьем. С 29 по 30-й. Иллюи учит Иова, что тот должен все-таки говорить с 31 по 32. И, наконец, он предоставляет этот вопрос совести Иова и заканчивает свою речь острым обличением его в раздражительности и недовольстве с 33 по 37. Итак, Иллюи теперь не только обращается к присутствующим, но и просит их поддержки. И мы читаем с 1 по 4 стих. «И продолжал Иллюи и сказал, «Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо». То есть он как бы приглашает других людей принять участие в этой дискуссии. Итак, Иллюи считает, что очень важно иметь рассуждение, чтобы распознать, что хорошо. А почему он не говорит, и что плохо? На самом деле достаточно знать, что хорошо, для того, чтобы исключить все остальное, которое оказывается плохим. В Священном Писании говорится о древе познания добра и зла. Древо познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало собою право или приоритет Бога решать место человека и за человека, что такое добро и зло. И грехопадение заключается в том, что когда люди сорвали с этого древа, они присвоили себе право самим понимать, как Боги, что хорошо, а что плохо. И весь хаос, который существует в мире, он связан с тем, что у каждого человека, у каждого отдельного народа свое представление о том, что хорошо и что плохо. И это, конечно, глупость. Мы должны подчинить свою воле воле Бога. И то, что закон Божий почитает добром, мы должны почитать добром. И то, что закон Божий почитает злом, мы должны почитать злом. И в свое время евреи сосчитали все заповеди, получилось 613 митсмот, заповедей. И половина из них это повелительные, то есть, что надо делать, что добро. И другая половина, чуть больше, запретительные, что нельзя делать, и что является злом. Далее, Ильюй обвиняет Иова еще в нескольких несдержанных выражениях, которые исходили из его уст, об этом с 5 по 9 стих. Вот Иов сказал, «Я прав, но Бог лишил меня суда». На прошлой беседе я уже говорил о том, что Ильюй неправильно цитирует Иова во многих случаях. «Вот Иов сказал, «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима, без вины». То есть, он как бы говорит, «Бог послал мне неисцелимые болезни, но никакой вины я не вижу за собой». Как бы Иов так говорил? Если такой человек, как Иов, здесь уже цитация, цитация Иова прекращена, и Ильюй рассуждает сам. Если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, то есть, говорит неправильно, как бы клевещет на Бога, «вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождение Богу». Как будто бы Иов это говорил. Святитель Григорий Двоеслов обращает на это внимание, и он пишет, «А то, что Иов никогда не говорил такого, признает всякий, кто читает слова блаженного Иова, и что удивительного, когда так говорит человек, выставляющий на показ свою гордость тем, что желает найти в другом человеке в повод, повод для порицания». Вот если Бог ищет в каждом человеке повод для его оправдания, то Иллюй ищет повод для порицания. И святитель Григорий Великий восклицает, «Как же может он держаться истины в словах брани?» «Если от этой истины его так далеко уводит гордость разума». То есть истины нету в словах брани. И когда мы слышим, как один человек ругает другого человека, один народ поносит другой народ, и все это в резких тонах, с раздражением, в брани нету истины. Особенно если по телевидению видите какое-то ток-шоу на повышенных тонах, зачем вам это все, эту гадость пускать в свой дом, отключать. Далее. Иллюй хочет убедить Иова в том, что тот говорил неверно, показывая как бы во всей полноте неоспоримую справедливость Бога, то есть в том числе и по отношению к Иову. Об этом с 10 по 12 стих. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает суда». В общем-то, Иллюй говорит правильно, но он не раскрывает всей картины. Да, Бог справедлив. Но иногда Бог посылает нам проблемы, такие, которых мы не заслужили. И это не возмездие, а попытка усовершенствовать нас через боль и через страдания. Святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский пишет, «Какое достойное Бога понятие имели о нем люди мира патриархального?» Так Иоанн Кронштадтский оценивает вот эти дискуссы в книге Иова. «Какое достойное Бога понятие имели о нем люди мира патриархального? Как благочестива была патриархальная древность, сильные и знатные люди за честь почитали говорить о Боге, как о всемогущем, премудром и праведном царе своем в домашних или дружеских беседах, а часто ли теперь заводят в дружеском кругу речь о Боге знатные люди?» При всей спорности того, что говорит Иов, то, что говорит Ильи Уй, то, что говорят его друзья, сам факт, что они пытаются с религиозной точки зрения разобраться в том, что происходит, заслуживает одобрения и внимания. Сейчас, если человек заболеет и к нему придут какие-то друзья, может быть, кто-то из них будет говорить о том, что эвтаназия это не такое страшное дело, это может положить конец мукам, кто-то будет говорить о том, кому он передаст бизнес после своей смерти и так далее, и так далее. В древне еврейском трактате «Перкей Алвод по учению отцов» есть такие слова. Если за трапезой люди не вспоминают о словах Писания, Торы, то это трапеза мертвецов. Иоанн Кронштадтский, святой и праведный, он оценивает вот эти дискусы, оценивает. Потому что даже если они ошибаются в чем-то, но они хотят именно с религиозной точки зрения посмотреть на ту или иную ситуацию. И это не может не заслуживать одобрения. Далее Ильюй говорит о его Бога в Верховном Владычестве с 13 по 15 стих и мы читаем «Кто кроме его, то есть кроме Бога промышляет о земле?» Это очень важные слова и очень правильные слова. Иов страдает, Иов мучается, народы пребывают в смятении, в ужасе, в страхе. Но это не значит, что создав мир, Бог устранился от управления этим миром, конечно, нет. Кто кроме его промышляет о земле? Бог промышляет не только о людях, но и о птицах небесных, и о зверях полевых, то, что мы видим в Нагорной проповеди? Далее. «И кто управляет всею Вселенную, если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее, то есть дух Вселенной, то есть всю жизнь и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Бог не отнимает дара жизни во всей Вселенной, он промышляет о всем своем творении, он для чего-то все это создал, как сказано в Библии, что Бог каждой звезде на небе дал имя, дать имя означает подчинить власти своего закона. «И если бы Бог забрал бы дух жизни, погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Толковая православная Библия сообщает «Синодальное чтение стих 13, давайте прочитаем его, кто кроме его помышляет о земле и кто управляет всею Вселенной, представляет не совсем точную передачу подлинника, буквально он должен быть переведен так, кто ему верил землю и кто поставил Вселенную на ее основании». То есть Бог обладает всем по праву Творца, ему не надо, чтобы кто-то ему перепоручал управление тем или иным миром. Далее в Толковой Библии «Бог не может поступать неисправедливо, так как управление миром не есть навязанной ему со стороны обязанности, но делая его Бога свободной воли, равным образом и мир не есть достояние какого-нибудь другого, а его Господа собственное создание». Конец цитаты. Далее идут разные темы 16 по 23 стих. Мы читаем 16 стих и ниже. «Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим». здесь говорится о том, что слушать и внимать без разума невозможно. И в Библии сказано, если у кого не достает мудрости, пусть просят у Бога, который дает все просто. Ненавидящий правду может ли владычествовать? «И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать «Царю ты нечестивец и князьям вы беззаконники?» Действительно, ненавидящий правду не может владычествовать, а Бог и есть высшая правда. И если человек боится «Царю в лицо что-то сказать», тем более, как он может бросать вызов Богу. Но он, то есть Господь, не смотрит и на лице князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук его. Внезапно они умирают среди ночи, народ возмутится и они исчезают. О чем это? В среди ночи народ возмутится и они исчезают. Люди могут терпеть власть нечестивцев до какого-то предела, а потом, когда уже наступает какая-то социальная ночь и уже невозможно существовать в таком состоянии, народ может восстать. ибо очи его над путями человека. Давайте выше прочитаем. Среди ночи народ возмутится и они исчезают и сильных изгоняют несилою, то есть изгоняют правителей за их несправедливость. Такие паршивцы никому не нужны. Как в книге Экклесиаста сказано, бывает время, когда человек управляет человеком, во вред ему. Ибо очи его Бога над путями человека и он видит все шаги его и если тот или иной лидер все время нарушает закон Бога, возмездие он не избежит. Нет тьмы, не тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, то есть они не могут спрятаться от Бога, они могут спрятаться от правосудия в результате создания каких-то коррупционных схем, но от Бога не сокрыться никому. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом, то есть Господь не одергивает нас своими судами с небес, он просто сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места. Сколько было правителей в России, сколько было правителей в Соединенных Штатах Америки, в Англии, в других странах. Умирает такой человек или изгоняется и вскоре о нем никто не вспоминает. И Богу не надо исследовать, что они из себя представляют, потому что он все это знает. 25 стих, «Потому что он делает известными дела их, хотя они все время шифруются в тени, потому что он, то есть Бог делает известными дела их, то есть правда она может просочиться через стены там бункера, потому что он делает известными дела их и не слагает их ночью и они истребляются. Почему именно ночью, я уже обратил на это внимание, потому что здесь может иметься в виду социальная ночь, когда люди живут уже в невыносимых условиях и Бог не может на это смотреть равнодушно. Далее говорится о его суровых действиях, которые направлены против грешников. Об этом с 26 по 28 стих и мы читаем «Он поражает их», то есть «Он» это Господь, «Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других». А почему Бог поражает одних злодеев перед глазами, ну, скажем так, других злодеев? Чтобы преподать урок, чтобы последующие правители задумались, Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от Него и не уразумели всех путей Его. Так что дошел до Него вопль бедных, и Он услышал стенание угнетенных». Бог слышит те грехи, которые вопиют от земли. От земли вопиет грех убийства, как кровь Авеля она вопияла от земли, к Богу вопиет содомский грех, как искажение человеческой природы, как вызов Богу Творцу, который сотворил мужчину для женщины, женщину для мужчины. К Богу вопиет грех, когда задерживается плата жнецов, об этом тоже говорится в Писании. А здесь мы читаем о том, 28 стих, что вопль бедных и стена неугнетенных – это то, что Бог слышит всегда и прежде всего. Если люди живут в крупных мегаполисах, у них нет представления о том, как люди живут на периферии. И такая ситуация даже в очень богатых странах, например, в Соединенных Штатах Америки есть город Детройт, который когда-то был крупным промышленным центром. Теперь это город бомжей, наркоманов и преступников. Он отдан во власть этих элементов и они страдают. Гнев Божий настигает всякого, кто бросает вызов Богу. Когда Никита Сергеевич Хрущев говорил, что он покажет по телевизору последнего папа, как он говорил, наверное, он не думал о том, что он потеряет все. Одно дело, человек умирает и как бы дела его идут вслед за ним. А его просто отправили на пенсию. и все, что он слышал о событиях в стране, это было напоминание ему, что он имел и что он потерял. Глубокое разочарование во всем, в результате чего он умирает. Далее говорится о господствующем проведении, 29-30 стих. «Дарует ли он, то есть Бог, тишину? Кто может возмутить, то есть нарушить тишину, если Бог послал тишину?» Недавно одна раба Божия, сестра Елена, мне сказала, что когда она бывает в деревне, она наслаждается тишиною, и там такая тишина, что она даже слышит звук трансформатора. Есть звуки, которые мы уже не слышим, потому что вокруг может быть много шума лишнего, а на природе, когда мы близки к первозданному миру, мы чувствуем все постороннее. «Дарует ли он тишину, кто может возмутить? скрывает ли он лице свое, кто может увидеть его?» Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика, и люди не видят Бога, обычные люди, но очищая свои сердца, мы начинаем созерцать его присутствие в этом мире. «Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа?» То есть каждый отдельный человек и целый народ нуждаются в том, чтобы освободиться от власти лицемеров. Лицемер это тот, который говорит одно, а делает и переживает совсем другое. Далее Илеуй учит Иова, что тот должен говорить, то есть не надо молчать, об этом с 31 по 32 стих, к Богу должно говорить, и Илеуй как бы подсказывает слова, какими надо говорить, обращаясь к Богу, я потерпел, то есть я принял наказание, больше не буду грешить, то есть я сделал вывод из этих наказаний. «А чего я не знаю, ты научи меня, а если я сделал беззаконие, больше не буду». Вот эти слова «больше не буду» мы чаще их слышим от маленьких детей. Но в глазах Бога мы все неразумные маленькие дети. И когда мы испытываем некие затруднения, мы ведем себя как дети. Я помню, однажды было очень жарко, и я после службы зашел в свою келью, и вдруг меня так прихватило сердце именно, вот я ощутил прямо, что сейчас я упаду, я как ребенок закричал «Господи, не надо!» И сразу какое-то облегчение. Бог действительно иногда сострадателен в тот момент, когда Он умиляется перед нашей беззащитностью. Помните, как Иисус Христос прослезился, видя, как толпа шла к месту погребения Лазаря, Он прослезился, созерцая беспомощность людей перед смертью. Далее Он, Иллиуй, представляет этот вопрос совести Иова и заканчивает свою речь острым обличением его, Иова, в раздражительности и в капризности. 33 по 37 стих. По твоему ли рассуждению Он должен воздавать? По твоему ли рассуждению Он, Бог, должен воздавать? То есть наше оценочное суждение, оно ничего не значит. И как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне говорить, что знаешь. Вот здесь Иллиуй проявляет, на мой взгляд, некое даже смирение. И смотрите, что говорится по поводу этого стиха в толковой православной Библии. Если ропот неуместен со стороны человека, то тем более странно думать, что он воздействует на Бога. Неужели Господь должен ради Иова отказаться от законов правосудного управления миром, отменить их, так как они отвергаются Иовам, и установить новые, согласно его Иова указанию? Но каковы же эти новые способы управления миром, новые начало правосудия? Пусть скажет он сам. Здесь говорится о том, что Иов все-таки должен понимать, что ничего не происходит без воли Бога, и если он что-то попускает, в этом есть какая-то цель, поэтому не надо спрашивать за что, почему со мной такое случилось, лучше спросить, для чего Господи ты это все посылаешь? нам. Далее 34 стих по 37 «Люди разумные скажут мне и муж мудрый слушающий меня». И далее Ильюй продолжает, что люди разумные могут сказать «Иов неумно говорит и слова его не со смыслом, я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым, иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между ними и еще больше наговорит против Бога». Конечно, это слишком резкое отношение к Иову. Вот Бог не относится к каждому из нас так, как мы относимся друг к другу. Мы не щадим своих противников, мы не щадим других людей, которые в каком-то дискуссе с нами. Но Бог не был бы Богом, если бы Он одинаково хорошо не относился бы ко всему творению. Как и сказано о Боге, что Он посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных. И если мы созданы по образу и подобию Бога, мы должны уподобляться Ему в бесстрастном отношении к каждому другому человеку. Итак, сегодня отцы и братья и сестры мы сделали обзор 34-й главы книги Иова. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор 35-й главы этой удивительной и таинственной книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получить информацию о новых беседах и берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...